Нанайские танцы, лазоплетения – основы игры на якутских народных инструментах. В краевой столице открылся Центр этнических культур. Торжественную церемонию посетили представители администрации города, консульств Китая, Японии и Кореи. Мэр Александр Соколов отметил, с каждым годом международные связи становятся крепче, а налаживать отношения проще с детства. У российского народа традиции давние, дружба между национальностями, дружба между людьми. И вот здесь эти навыки будут привываться. Немножко мочим поверхность, где мы будем присоединять ножку. Вот у нас колбаска вам. Вылепить посуду по технике далеких предков несложно. Формы и декор подсказала сама природа. Подручные материалы – лопух и глина. Кроме этого, посетители этнического центра смогут научиться плести из лозы, обрабатывать керамику и играть на национальных музыкальных инструментах. Например, в якутском хамусе. Японская культура мне очень близка, потому что я очень там часто бываю, отдыхаю. Есть друг один, он коренной японец, у него все родители живут в Японии. На открытии центра гости смогли познакомиться с творчеством юных художников нашего края, а также городов-побратимов Дальневосточной столицы – Харбина, Пучона, Ниегаты. Представители иностранных делегаций отметили значимость международного культурного сотрудничества между странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Нам здесь очень нравится. Мы видим, что ваши ребята чувствуют себя здесь как дома. Это как семья. Мы обязательно будем налаживать связи с подобными учреждениями. На создание центра из городской казны было выделено свыше 10 миллионов рублей. Кроме народного творчества, здесь будут преподавать современные виды искусства – танцы и вокал. Созданы творческие площадки для любителей 3D-моделирования. Посещать занятия бесплатно смогут свыше 700 юных хабаровчан. Анастасия Незнанова, Дмитрий Маклаков. Хабаровская студия телевидения.